Так, девочки, я хотела показать вам Степкину комнату. Она такая совсем небольшая, но я считаю, что уютная. У нас здесь все время расправлен диван, потому что я на нем обычно Степку кормлю. Это я сейчас до видео заправила, но на самом деле он всегда у нас расправленный, потому что кормлю я по 8, а то больше раз на дню. Вот здесь, честно говоря, у меня здесь была косметическая комната и место, где сидел Сережка и я. Здесь остался мой косметический столик. Принтер некуда был одевать, поэтому мы так оставили. И вот комод пришелся очень кстати. Он раньше был забит всякими вещами. Сейчас мы его наполовину освободили для Степки. Там еще много места осталось свободного. Ну, здесь вот в Океи заказывала такие коробочки. Подробнее вам расскажу в видео. В одном тут игрушке, которыми Степка пока не понимает их, поэтому я отложила. Заказали увлажнитель. Каждый день, кстати, пользуемся. Хорошо увлажняет, особенно в морозы, когда воздух был сухой. Вообще спас мой нос, в котором аж коросты были кровавые от того, что настолько сухой воздух. Ну, тут у меня цветочек. Заказала от Мэри салфетки для подтирания попки. Вот, и сменный блок. Очень удобно. Открываете, тут сразу салфетку выдергиваете. Сразу же вторая достается автоматически. То есть не нужно внутрь лазить. Очень хорошие салфетки. И от них раздражения нет. Вот. Здесь у меня самодельный пеленальный столик. Надо уже действительно нормальный покупать, потому что этот уже совсем мало нам. Вот. У нас есть нормальный пеленальный столик, но он стоит в ванной. Вот. Там он тоже нужен. Поэтому всегда на комод, видимо, тоже придется допокупать нормальный пеленальный стол. Вот. Потом тоже в Икеа вот такой органайзер. Здесь всякие пеленочки, подгузники. Вот от этих вот, кстати, подтиралок у нас раздражение возникло. Не сразу, но постепенно. Вот. Сейчас оно с салфетками Мэри соно прошло. Здесь у меня всякие баночки из помезаны, потому что у нас колики, всякие боботики. Ну, в общем, всякие лекарственные средства. Здесь у нас соплеотсос. Всякое по мелочи. Тут для сосков, кстати. Мне почти не понадобилось. Пару раз воспользовалась. Действительно классная штука. Очень хвалят. И я присоединяюсь к отзывам. Очень рекомендую. Вот. Ну, стараюсь правильно грудь давать ребенку. И вроде у меня никаких трещин нет. Вот. Ну, здесь шприц для дозировки, ножнички, ленточка, чтобы его измерять. Это газотводная трубочка, но стараемся ей не пользоваться. Это вредно говорят. Градусник. Типа как инфракрасный, что ли. Классная вещь. Можно и температуру в комнате измерять, и ребенку температуру. В общем, очень удобно и быстро. Здесь разные пробники крема, которые нам в роддоме дали. В общем, ватные диски в сахарнице от Фабрлик. Вот. Это под подгузник крем с цинком, чтобы подсушивать. Это тоже пробник из роддома. Ну, в общем так, все по мелочи здесь лежит у нас. Вот. Тут у нас окно со шторами. Вот. Диванчик. Кстати, в собранном виде он зеленого цвета. Очень красиво смотрится, и комната сразу больше становится. И вот у нас кроватка. Ну, обыкновенная кроватка. Нам ее подруга отдала. Кстати, спасибо большое Ане за эту кроватку. Потому что, ну, если бы не Аня, нам бы пришлось, конечно, деньги тратить. Покупать кроватку. Я бы, конечно, взяла белого цвета, так как у меня тут все белого цвета. Но раз уж нам подруга решила отдать за ненадобенностью. Вот. Я подумала, ну, смысл покупать там на три года эту кроватку, если потом нужно будет еще новую покупать. Вот. К ней купили вот такие бортики. Это у меня свекровь с мужем купила. Я, конечно, хотела другие подушечками, как сейчас очень модно и красиво. Но раз уж купили, так пусть будет такая. Муж купил еще такое одеяло тоже с совами. Я, кстати, вообще не изговариваясь ни с кем, просто пошел в магазин, купил. Но он даже не помнил, что здесь сова просто так совпала. С одной стороны вот оно бежевое, а с другой стороны оно беленькое с коричневым. То есть наоборот рисунок. И второе вот такое уже байковое одеяло, зелененькое. Я его уже стирала. Оно в катышках, но оно очень мягкое, очень-очень приятное. Мы им накрываем степку даже вот без пододеяльника. Прямо так накрываем. Оно настолько нежное и мягкое, что даже никакого пододеяльника не надо. Здесь вот мои эти светильники пригодились. Вечером одну включаю, она светит всю ночь. Да, по поводу организации. Кстати, тоже закупила еще в Икеа органайзеров вот таких. Отдельно, когда все лежит, это очень удобно. Вот здесь простыни, к примеру. Здесь там комбинезоны. Здесь чисто рубашки. Там чисто носки, ползунки. Ну, очень удобно. Вот, и так все разложить. По крайней мере, вы всегда знаешь, где что лежит, и ничего не раскидано. Еще очень хочу показать вам. Мне пришел матрасик Тапанчино. Это специальный матрас для того, чтобы... Ну, как бы матрас-комфортер для детей. Я вам потом о нем расскажу в специальном видео, которое я буду снимать о покупках в детскую комнату и для ребенка. Уже не терпится его испробовать. Здесь вот написано матрасик для адаптации младенца. В общем, это очень такая полезная штука, которая помогает маме и папе. Если папа, тем более, боится ребенка на руки брать своими большими руками, очень легко перекладывать ребеночка. Ну, в общем, и кормить легко, и вот, чтобы лишний раз его не тревожить, и ему было комфортно. Вот такой матрасик Монте-Сори. Вот он. У меня здесь кот сидит, смотрит заодно. Вот, это я уже на него одела простыночку. Кстати, простыночки тоже можно дозаказать, если что, на сайте. Понравилось, знаете, что упаковка такая. В общем, холщовый мешок, такой очень-очень плотный. Льняной, такой прям плотный-плотный. И вот все ткани, которые используются, очень плотные. Но об этом, опять же, подробнее в видео. Так что буду пробовать, испытывать. Видно, что вещь действительно очень качественная, надежная. И надеюсь, что ему действительно будет мягко, удобно, комфортно. Еще хотела вам показать. Мне наша свекровь, моя свекровь, бабушка связала для Степки вот такой опупенный просто костюмчик. Это шапочка. Вот двухцветная такая, очень красивая шапочка. Ритузики. Вот такие вот на вырост подойдут. И сейчас уже тоже можно носить. И очень классная просто опупенная кофточка с пуговичками. Пуговицы, конечно, очень красивые, но не очень практичные в использовании. Потому что, во-первых, долго застегивать их много. Во-вторых, форма такая, что быстро не застегнешь. Вот. Но вообще смотрится просто классно. И он тепленький такой. Вязка очень интересная. Посмотрите. Вот. Смотрится все это дело просто супер-пупер. Мы уже примеряли Степке, хотя ему не понравилось, что мы его тут меряем. Как раз носить под что-то, ну, либо зимой, либо уже весной. Без курточки, даже без верхней. Просто его вот от костюмчика одеть. Еще очень классная штука для детей. Действительно очень помогает. Ее можно как в руках носить уже подросшим детям, так и в комнату к маленьким ставить. В общем, это вот такой мобиль. Мне его подруга отдала. Под нее он очень классно засыпает. Туда вставляются батарейки. В общем, включаете, выбираете любую мелодию. К примеру, классика, зоопарк, натура. То есть там природа будет. Вот. И, ну, например, вот классика, да. Можно громкость регулировать. Я обычно самое минимальное делаю. Вот. Либо джаз. Вот обычно птичек включаю, там, океан, еще что-то. И это я ему включаю, оставляю в комнате, и он все, сам в сон уходит. И сюда вверх вставляется вот та штука. Вот эта вот. Она здесь на такой длинной подставочке. Я просто вставила, и она как бы крутится, получается. И вот здесь эти зверюшки, они вращаются. Ребеночек может смотреть на их личики. Вот. И рассматривать их. Вот. Как вот такой зоопарк. Кстати, обратила внимание, что у меня Степка очень-очень смотрит вот на эту сову. И вот на эту. Видимо, из-за их глаз ярких. Он прям поворачивает голову и рассматривает их. Я думаю, надо ему уже распечатывать какие-то картинки. Такие вот, содержащие черно-белые цвета. И уже давай смотреть. Вот так, кстати, вот она я. Да. Как вы видите, я вроде как чуть накрасилась. А прическа у меня такая, как я встала. Не чесанная. Так я и хожу весь день. Я хотела сегодня погулять со Степой с коляской. С 11, нет, с 12 часов дня я собираюсь. В итоге он у меня все истерит, истерит. У него кольки. В общем, с 12 часов дня, и сейчас уже, кажется, 3 часа, да, 4 часа, мы так никуда не смогли выйти. В итоге я смогла его только в коляску уложить на балкон. Надеюсь, Степа даст мне немножко времени, потому что реально времени вообще нет. Все время уходит на его успокоение. На укачивание, на вот это, на все. Ни сколько на кормление, а сколько на укачивание. Так, ну и на этой ноте я завершу свое видео. Да, Кузьма? Пока у меня Степа гуляет на балконе, тут наводит порядки мой кот. В общем, всем спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Может, что-то порекомендуете для детской, что-то полезное. И всем спасибо. Всем пока. До следующего видео.